Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы разберем один-единственный стих, поразмыслим над тем, как Священное Писание в каких-то даже вот таких, можно сказать, нюансах, в каких-то географических указаниях, уточнениях тоже может нам открыть Богу откровенную истину, если приглядеться, если пропустить сквозь свою душу, да, и, конечно, поработать Богом, данным нам разумом. Вот в заголовок этого видеоролика, этого разбора евангельского стиха как раз я вынес проблему, когда нам кажется, а порой не кажется, а реально, у нас нет сил на спасение души. А что же нам делать? Вот давайте прочтем этот стих, 36 стих, Евангелие от Марка, и постараемся вместе, разобрав его, найти ответ. «И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки». Тут вроде, правда, стих такой, ну, походя, напомню, контекст, Господь проповедует в Галилее на берегу, народу много собирается, Господь отходит в лодку и проповедует с лодки, чтобы, ну, проще на него было смотреть, видеть людям, и уже там вечер начинается, и вот он с учениками решил переплыть на другую сторону озера, в Генесаретскую страну, и вот как он был в лодке, так Господь и плывет на другой берег. То есть он даже не сходит на берег, передохнуть, вот как качалась под ним палуба, да, там много часов проповеди, так он дальше плывет. И что мы видим? Народ, который слушает Господа, ученики Спасителя их отпускают, говорят, не ждите, не стойте, мы поплывем в другое место, не то, что сейчас учитель отдохнет и будет дальше проповедовать, будет дальше исцелять, потому что многим людям и проповедь вовсе не нужна, а нужно, чтобы Господь какую-то проблему земную разрешил, увы, увы. Но и таких людей всех ученики отпускают. И они вот садятся в эту лодку, в этот корабль, и плывут вместе с Господом. Однако, мне кажется, не случайно, что такой лаконичный евангелист, как евангелист Марка, надо понимать, Евангелие от Марка самое короткое, всего 16 глав. То, что у других евангелистов подробно разобрано, у Марка может быть кратко. У других евангелистов упомянуто, Марк вообще об этом не говорит. Он так идет к конечной цели, чтобы вот показать жизнь Христа, его проповедь, его смерть, его воскресение, да, чтобы вот через это скорее свидетельствовать Евангелие Господа и Спасителя нашего в писемном виде, после того, как он уже, будучи апостолом, его проповедовал в разных городах, просто из уст в уста. И вот евангелист Марк, тем не менее, дает вот такое уточнение, что были с ним и другие лодки. И это уточнение, мне кажется, содержит такую нам надежду, надежду всем нам, у кого не хватает сил на спасение души. Объективно не хватает. Говоришь, Господи, нету сил. Потому что здесь мы видим даже целых два выхода из этой ситуации. Вот люди слушают Спасителя, пробуют его, правда стараются что-то для души получить. Люди при этом слушают Спасителя, пробуют, но хотят и на земле что-то земное, чтобы Господь кого-то исцелил, беса изгнал, да, там как-то вот помог разрешить земные проблемы. И мы, в принципе, вот в этой категории находимся. Что мы тоже, конечно, Господа надеемся от Него какие-то слова истины, слова Царствия Небесного, слова вечной жизни услышать и что-то для души делаем. Но наряду с этим, опять же, мы хотим, чтобы Господь нам в этой земной жизни помогал все мы, все мы, и я, и вы, я думаю, дорогие мои зрители, собеседники тоже так чувствуете. В этом нет ничего страшного. Господь действительно так и любит всех людей, заботится, и раз Он заботу проявляет, и раз Он продолжает проповедовать, и продолжает исцелять. Помним в другом месте, в ангельском, и всех болящих, кого принесли к Нему, всех исцелил, вообще всех. То есть Господь Ему не жалко ничего этого. И люди вот устают, Господь что, не устал, устал. Мы знаем, что, а дальше-то как раз это буря на море, Господь засыпает. То есть очень сильно Он устал, и раз в бурю-то тяжело спать, это надо совсем измотанно, чтобы организм был. И вот раз Господь устал, и ученики наверняка усталые, они-то еще лодкой правят, хоть они и не проповедовали в этот день, а тоже слушали Спасителя, но тоже усталость накопилась. А народ расходится. Расходится, но расходится не то, что, ой, уйти бы поскорее. Наоборот, ученики показывают людям, уходите, мы уплываем, да, сейчас учитель не будет проповедовать. То есть даже если мы берем, и вот мы пришли на всеночное бдение, например, стоим, ну отстояли час, ну вот правда тяжелая неделя выдалась, и думаешь, ой, не, не, еще достоять, что-то дотерпеть. Не нужно, не нужно, пойди спокойно отдохни. Только отдохни не в смысле, засел за компьютер, и просидел еще полночи, и с утра на воскресную службу пришел невыспанный. Нет, а возьми, пришел, домашние дела какие-то сделал, с близкими побеседовал, пораньше лег спать, да, не размазал свое время, потом будет ясная голова. То же самое раз, вот ты приходишь в будний день с работы, с совещания какое-то там, на родительское собрание к ребенку, тоже потом идешь, и тоже, ну сил нету толком встать на молитву, но идешь, молишься, там взял молитву, прочитал иконку, поцеловал, все, упал, заснул. Только честно, не то, что тоже силы за компьютер, произбухнуться. А просто, просто вот действительно честно, лег спать на следующий день, лег пораньше, встал, как обычно, на работу, выспанный, с силами новыми, уже уверенность больше, уже и с утра помолился, там собираясь, и пошел и на работе в течение дня, как это настроение более бодрое. То, что казалось вчера неподъемное, уже есть. То, что кажется, как я буду спасаться, когда вот вокруг, там и такие, такой-то начальник, какие-то коллеги, уже как больше как-то сил сэкономил, вот оставившись на берегу, как вот этот народ, который Господь говорит, можно, можно остаться, можно чуть-чуть остаться без молитвы, можно чуть-чуть остаться без проповеди, можно взять и когда-то Евангелие не открывать и не читать. Да, если ты вообще не открываешь Евангелие, не читаешь, это, конечно, спасение души. Правда, сложновато будет, потому что, где же вот этот твой путеводный маяк, какой-то земной, искусственный, или это слово Божие, слово евангельское, которое тебе не заменит ничего, на что ты в нашем мире окружающем натыкаешься. А вот все равно можно, Господь не обидится, Господь не то, что сидит на облаке, вот как-то злобно и замечает, ой, кто там что-то не прочитал, не помолился, раньше со службы ушел, когда-то на службу не пошел даже. Да, нет, Господь нас любит и видит, что у всех силы разные. У апостолов эти силы одни, а вот у людей, которые другие. И поэтому Господь тоже, без притча не говорил людям окружающим, несколькими стихами раньше, говорит евангелист Марк. А здесь апостолам он все поясняет и разбирает, да, как разбирал притч о сеятеле, например, да. Все это показывает, что Господь, ну, нормально. Понятное дело, кто берет усилия над собой, идет за Христом, не сдается, не ломается, Господь тому и больше открывает, большая награда, да, как вот апостол говорит, Господи, мы оставили все и за тобой пошли, люди послушали пропасть, вернулись домой, а мы с тобой вот плывем куда-то. Что нам будет, Господь говорит, сядете в Царстве Небесном на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. А нам говорим, да не, мы Господи, нам не надо никого судить, никого не хотим, просто хотим в рай попасть. Господь говорит, ничего, молодцы, вы послушали проповедь, идите теперь дальше, просто понеживите, вернитесь им, вернитесь дома, вернитесь к работе, к своим делам, занимайтесь ими, я не обижусь, да, вот, молодцы, вы хорошо делали, вы слушали, вы этому внимали, теперь реализуйте это в своей жизни, пытайтесь понять, может, если бы вы остались, еще чуть-чуть бы, ну, получилось разобрать, да, как литургия заканчивается, и после литургии совершает, священник уже чайпития, беседует, отвечает на вопросы, Евангелие разбирают, тоже, понятное дело, люди-то устали, единственный выходной, и там, ну, большая часть прихожан уходит, но те, кто остаются, тоже смогут для тебя что-то новое подчеркнуть, поэтому, вот, точно так же, как и в наши времена, и во времена Христа было примерно то же самое, только люди не хотели расходиться, только Христу надо было уходить, однако, как я говорю, два способа нам даже этот стих открывает, тоже в лаконичном у Евангелиста Марка, есть слова, что были и другие лодки, тут, ну, можно именно символически осмыслить, то есть, практически, ну, может, не все ученики поместились, может, лодка не такая большая, чтобы 13 человек вместить, тоже мы знаем, как Господа мироносицы сопровождали, ну, в будущее еще, они не жены мироносицы, но вот те женщины, которые служили, заботились о Христе, да, что-то приготовить пока что, да, чтобы вот, как-то, ну, позаботиться, чтобы Спаситель проповедовал, сейчас тоже много замечательных женщин приходят в храмах, помогают, с тех же самых евангельских времен, это такая надежда и опора, и вот тоже, кто-то именно со Христом прям рядом, кто-то прям дальше, вот, может, что-то внимает его по учению, кто-то кому-то Господь рядом растолкует, кто-то не хочет, вот он не то, что вот он устал и ничего не может, лишь бы отключиться и там, и ничего не делать, но при этом и максимум какой-то вытянуть, как люди святой жизни, которые постоянно со Христом, вот это духовное отрезвение, вот эти молитвы бессонные, мы читаем Житие Святых и думаем, вот они-то спаслись, это только спасение, нет, Господь говорит, если ты даже не остался, а ты взял и поплыл за Христом, ты не в одной лодке с ним, ты, да, может, плывешь, видишь, вот там где-то в волнах, вот этих бушующих уже волнах, лодочка, где спаситель, и тебе не слышны его слова, ты не знаешь, что он там поясняет ученикам, тебе очень интересно понять, узнать, но нет, ты от него чем-то отделен, но ты все равно следуешь за ним, точно так же, это я бы сравнил с той ситуацией, когда человек понимает, нету сил, но все-таки понимает, если я сейчас в очередной раз не помолюсь, в очередной раз там службу пропущу, ну, как бы батюшка сказал же вот в начале видео, ну, можно пропустить, можно не помолиться, и стана нашепчет, во-во-во, делай так, да, то тоже ты потеряешь Господа совсем из виду, надо порой делать усилия, просто вот, ну, насколько сил нет, потому что не бывает, что сил на спасение души нет вообще, их бывает недостаточно, помним притчу о талантах, Господь же спрашивал, у кого там три таланта, да, там принцип какой в два раза, да, там два таланта, четыре, пять талантов, десять, да, и любое количество талантов возьмешь, ну, вот что, вдвое принести, и точно так же Господь силы дал минимальное количество, он знает, он не обидится, что мы возьмем, и как-то не так много сделаем по сравнению с людьми праведной жизни, с людьми настоящими святыми, да, но наша задача хоть в чем-то им подрожать, что вот мы на максимум своего сделаем, не оцениваю себя ни по верхней планке, потому что по верхней планке оцениваешь, верхняя планка только Христос, но не оцениваю себя в том плане, что вот есть люди святые, я как они не могу, значит я все бросаю, не оцениваю себя по нижней планке, ой, Господь благословил, людям остаться, ну, без молитвы на службу не пошли, ну, Ну так, худо-бедно как-то живут, более-менее часто, но я так буду, не по нижней планке. Господь к каждому человеку выстраивает индивидуальные отношения. И да, раз нам тот запас сил, который у нас есть в принципе по жизни, в этот период жизни, период здоровья, период каких-то напастей окружающих, в период просто вот какой-то этой минуты, этого мгновения твоей жизни, если у тебя есть какой-то хоть маленький запас, вот ты его должен использовать, чтобы следовать за Христом. И ты будешь как бы, вот как и в этом стихе, с ним были и другие лодки. Да, ты не совсем рядом со Христом, ты еще в своей жизни не приблизился к Нему, но уже, по крайней мере, ты делаешь попытку. Ты от Господа, Господь идет постоянно, Господь же путь, это движение, это постоянно, мы не можем прийти и сказать, вот, Господи, я рядом с тобой оказался. Ты оказался, Господь уже дальше, прошел, да, Господь абсолютное совершенство. И мы постоянно вот некоторые совершенствуемся. Да, мы живем, может, вот человек иногда порой бывает, прожил 15 лет, говорит, батюшка, на исповеди, говорю, одно и то же, но вообще не меняюсь. Нет, это не значит, не меняешься. Если бы ты остановился, кто вот остановился, плыл в реке против течения, перестал плыть, течение снесло, водопад разбился, а камни, да, умер. Если ты плывешь и даже ты на месте стоишь, значит, ты уже что-то делаешь, и Господь это обязательно ценит. И точно так же, когда ты берешь и борешься с какими-то повседневными грехами, те же самые свои недостатки, но все равно не сдаешь. Да, за 15 лет улучшения не произошло, но и ухудшения не произошло. А при этом силу-то меньше уже, там, возраст берет свое. Уже, уже, слава тебе, Господи. Уже, значит, ты хоть и со Христом можешь не в одной лодке, а в соседней. И самое главное, как ты понимаешь, выходишь ты на берег все равно вместе со Христом. Приплыла лодка, и там вот ближайшие ученики апостолы. А приплыли другие лодки, они тоже с Христом оказались. Да, апостолы, Господь говорит, не за весь мир в морю, да, в Гефсиманском саду, за этих морю, которых ты им не дал. Почему церковь толкует, что это не только за апостолов, а за всех верующих? Да, может, мы придем, как Господь, к Царству Небесному, к его вратам, в другой лодке. Но эта лодка точно так же попадет в эту вечную жизнь и будет вместе радоваться все находящиеся в этой лодке уже со Христом. Потому что, помним, как поется песнопение, да, к там, к тихому, вот, пристанчатому прийти, к Христе вопиющий. Возведи от ли живот моим многомилостиви. Так и наша задача, да, в бушующем море. Может, мы не совсем рядом со Христом. Страсти этой жизни нас чуть-чуть отделяют. Главное нам все равно доплыть до рая. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.